НН-Интервью Добрый день Добрый день, дорогие друзья У нас в области действует закон о безнадзорных животных Что он из себя вообще представляет? Как выстраивается эта работа в нашем регионе? Действительно, 28 сентября 2015 года На территории Нижегородской области был принят закон о безнадзорных животных Который регулирует правоотношения в сфере обращения с безнадзорными животными на территории региона В целях обеспечения общественной безопасности Защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью И закон направлен на формирование, прежде всего, доброго, гуманного отношения к безнадзорным животным Так получилось, что они сложились и есть в нашей природе у нас на территории Но мы делаем все, чтобы облегчить их жизнь И на основании этого закон регулирует, что нужно делать с этими животными в целом Технологии их отлова, транспортировки, учета, содержания и, конечно, оказания ветеринарной помощи Но меры прописаны вообще гуманные Вы этот закон, я так понимаю, естественно, видели в своих глазах Да, конечно, мы очень много работаем Расскажите, может быть, какие-то моменты, как их отлавливают Какие-то особенности, может быть, по сравнению с другими регионами Как у нас происходит это? Здесь есть много важных вещей, о которых интересно рассказать На территории области, законным собранием, согласно ряду регламентирующих факторов У нас эти технологии определены И в этом году на проведение подобных вещей было выделено 32 миллиона рублей У нас существует в городе 10 приютов В том числе 2 частных, 4 государственных и 4 муниципальных Где специально ответственные люди отлавливают безнадзорных животных Лечат их, помещают в приюты И это характеризуется очень внимательным и гуманным отношением к ним У нас есть программы различные Ну, прежде всего, конечно, когда после того, как животные отлавливаются Они проходят осмотр, лечение, если необходимо Стерилизуются по необходимости И после этого, после 10 дней пребывания в приюте Выпускаются во внешнюю, естественно, среду обитания А повторно их могут опять отловить? Опять вновь какие-то прививки? Или ставятся какие-то метки? Зачастую они отлавливаются И пытаются наши ветеринары и ответственные люди Их каким-то образом пристроить Отдать в добрые руки Таких случаев у нас очень много К примеру, допустим, в 2014 году Количество безнадзорных животных на территории области Насчитывалось около 7 тысяч особей Потому что они считаются Хотя, конечно, сложно сделать Они мигрируют из одного района в другой Это кошки и собаки, правильно я понимаю? Да, кошки и собаки В основном собаки А сейчас количество безнадзорных животных уменьшилось ровно в два раза По сведениям статистики, информации, которые приходят нам с мест Их порядка 3,5 тысяч особей у нас осталось А вот что касается опыта других регионов Там также происходит все это? Ну, везде по-разному на самом деле Но в целом технологии примерно одни и те же Животла отлавливаются, лечатся, стерилизуются И потом государство пытается их пристроить в добрые руки И это очень хорошо на самом деле получается Допустим, сравнивая законные акты И просто гуманные отношения в России Сравнивая с европейскими странами С Америкой С Англией, где такая работа сейчас серьезно ведется Я могу сказать важную вещь Мы считаем, что правильнее стерилизовать бездомное животное Безнадзорное и отпустить его в среду обитания Чем усыпить Ну так, скажем, жестко, конечно Цинично может быть Но мы не имеем права отнимать жизнь Если в этом нет необходимости И животное не причиняет угрозу для здоровья Другим животным или людям То, допустим, в Соединенных Штатах Америки Там позиция другая Они считают, что гуманией животное усыпить Чем его отпускать в среду, где оно будет мучиться А у нас вообще моменты Усыпления есть? Если, например, выявлены какие-то заболевания серьезные Денег, финансирования на лечение нет Или это каждый индивидуальный? Предусмотрено, но это случаи индивидуальные Они, поверьте, очень приближены к там Ричайшие случаи, по большому счету Если животное больное и не подлежит лечению То тогда получается А так, в принципе, у нас предусмотрен бюджет Он примерно 400 рублей в сутки На содержание животного И это позволяет лечить, кормить Объективно этих денег сейчас хватает? Хватает этих денег, объективно Еще остался у меня один вопрос И касается он конкретного этапа Который пару дней назад завершился Но многих волновал В период проведения Мундиаля С безнадзорными животными Что в городе происходило? Были ли какие-то корректировки в законе? Вот вы говорите, 10 дней передержка Пока им делают прививки Затем выпускают в город В период чемпионата мира по футболу Такая же схема действовала? Нет, она была скорректирована Исходя из графиков проведения матчей В стране и у нас в частности в регионе Было принято специальное постановление Загадательного собрания Согласно которого Животные были задержаны Ну, содержались с периода С 10 июня по 25 июля До сих пор пока еще находятся На это были выделены Некоторые дополнительные деньги Из федерального бюджета или из областного? Нет, из нашего регионального И в данный момент, вот прямо сейчас У нас в приютах находится Порядка 300 особей безнадзорных животных Которые лечатся, кормятся Стерилизуются И 25 июля, пусть так срок будет закончен Они будут выпущены Массово выпустят у нас безнадзорных собак Ну, не так массово, потому что Это Борский район, Держинск, Нижнего Новгорода Территория города, посмотрите В городе сейчас нет ни одной бездомной собаки Ну, а 25, я так понимаю, могут появиться? Ну, наверное, нет Потому что работа Очень серьезно идется Для того, чтобы Идется, чтобы их отдать В добрые руки У нас в Нижнем Новгороде И в регионе существует Две крупных организации Зоозащита ИНН И Благодарительный фонд защиты животных сострадания В частности В сострадании Сейчас находятся 280 Ну, особей За что и этой организации Хотела бы особую благодарность Выразить Сказать спасибо Что они Ну, выполняют свою работу Они уже за свой счет Правильно это делают? Да, зачастую там Очень много благотворительности Хорошо, что такие люди у нас находятся В нашем городе И в нашей области О проблеме безнадзорных животных И имеющихся сейчас решениях Мы говорили с председателем комитета ЗАГСобрания по агропромышленному комплексу Игорем Тюрином Игорь Александрович А у вас животные вообще есть дома? Да Кто? У меня английский Спрингер Спинеель Моя самая любимая собака В семье мы его называем Федя Так, по родословному имя Джаз-фанк 3 Росси 48 Такой сложный, очень умный Охотничий пес Душа всего нашего коллектива Семьи, моих друзей Прекрасно слушающаяся И я пошел Прежде всего Сам выполнять Все требования закона Он сложный, конечно Ну, допустим У меня собака чипированная Она проходит все прививки У нее ветеринарный паспорт Я ее готов вывозить за границу Куда угодно Зачастую она со мной Даже на самолете летает В специальном отсеке То есть я наблюдаю Смотрю и люблю свою собаку И хотел бы, чтобы также Остальные люди относились К своим домашним питомцам Вы заботливый, ответственный владелец Домашнего питомца Что нужно, чтобы у нас в городе Стало как можно меньше Вот этих самых безнадзорных животных? Проявление того Что характеризует русских людей Сострадание, душевность И доброта Тогда безнадзорных животных Не будет Это здорово Ну и надеемся, что Законавательное собрание И наши все фонды Помогут этим бездомным животным Которые сейчас есть Пока еще у нас в области Спасибо большое, Игорь Александрович Доброго вам дня И надеемся, что не только законы Но и общество Само человеческое отношение Поможет решить Раз и навсегда Вопрос брошенных животных Спасибо, всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому